Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора Бориса Дубровского. Он предложил оказывать государственную поддержку биофабрикам. Они выпускают продукцию для биологической защиты растений. Такое производство есть в Челябинске. Сегодня его презентуют в Москве на выставке «Золотая осень» на главном агропромышленном форуме страны. Собственно, их задача вредных протекумных видать, и, собственно, их на эту свою жизнь заканчивается. В Челябинской области уже построена подобная фабрика. Она производит более 100 миллиардов энтомофагов в год. Проработать вопрос государственной поддержки таких фабрик Дмитрий Медведев поручил министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву. Кроме того, в рамках Всероссийской выставки свои инновационные разработки и продукцию представляют еще четыре крупных аграрных предприятия региона. «Ариан», «Союзпищепром», «Сады России» и «Челябинская птицефабрика», а также «Южноуральская агроинженерная академия». Какие именно товары демонстрируют южноуральские предприятия, по телефону нам рассказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федичкин. У нас представлен здесь Южноуральский государственный аграрный университет. Он на стенде представляет технологию трансплантации брионов крупного рогатого скота. Представлена компания «Союзпищепром» с традиционными продуктами. То есть это крупы, подсолнечное и льняное масло, это макароны. Птицефабрика «Челябинская», которая является сегодня лидером в Челябинском области по производству куриных яиц. И хотелось бы подчеркнуть, что во многом благодаря работе этого предприятия на текущий момент Челябинскому области по объему производства куриных яиц занимает второе место в стране. Выставка продлится до 8 октября. В ее рамках губернатор Борис Дубровский примет участие в совещании о развитии сельского хозяйства страны.